Всем привет, с вами снова Готика и снова Сократ. Сегодня мы с вами поговорим о ружье на слона. Ружье на слона это новое оружие, которое добавили к нам с новым обновлением летом 2020, с выхода обновления Натуралист. Давайте рассмотрим, какие аналоги, с чем сравнивать, что это вообще из себя представляет. У микрофона Сократ, как я уже и сказал. Погнали! Мы нашей командой Готик решили все-таки проверить все новые оружия. Сейчас это видео посвящено оружию на слона. Что оно из себя представляет? Используется оно только с нитро патронами. Нитро экспресс патроны. Их можно купить также в магазине оружейника. И больше никаких патронов на нее нет. Нет ни разрывных, ни зажигательных. Только один вид патрона. Используются два выстрела. То есть вы можете сделать максимально два выстрела, после чего у вас начинается перезарядка. Оружие очень мощное. Используется оно в раскраске. Дистанция шагов выстрелов не более 45. Если вы находитесь на дистанции более 45 шагов, вы даже метку не поставите. А если стрелять без метки, то не будет фактически никакого урона. Урон очень сильно режется. Однако до дистанции в 45 шагов, если не использовать тоники, то это будет либо ваншот, либо очень мало хп. Иными словами, с двух выстрелов вы убьете человека, если он использует танкобилд, но без включенного медленно, но верно. И человек на максимальный урон. Далее, очень интересные расклады. Второй уровень тоника никак ни на что не влияет. Вас как убивали с двух выстрелов, так и будет. Третий уровень тоника даст вам плюс одно попадание. То есть вы будете умирать с трех выстрелов. Если активировать медленно, но верно, это прибавит плюс одно попадание на втором тонике. То есть вы будете умирать с трех. И плюс одно попадание на третьем тонике. Вы будете умирать с четырех. Иными словами, это оружие ваншотит, то есть имеется в виду делаете два выстрела, ставите две метки и оно шотит второй тоник. Короче, это иными словами вообще муха скилуха для людей, которые используют раскраску на очень близкой и средней дистанции. Это лучше, чем любой дробовик, который только нет в игре. Иными словами, дробовики как класс просто умирают при виде этого оружия. Я настоятельно не рекомендую пользоваться вообще каким-либо дробовиком после выхода этого обновления, безусловно, потому что... А какой смысл? Единственный смысл использовать дробовики это зажигательные и разрывные. То есть можно использовать спокойно зажигательные и разрывные, ронять цель и после чего добивать. Но для этого можно использовать два обреза и таскать их с собой в левой и в правой руке вместо револьверов и так далее. То есть вы используете два обреза, в одном зажигательный и в другом, допустим, обычный выстрел. Роняете человека на землю, берете с плеча эту двухстволку и просто бахаете и уничтожаете. Я имею в виду ружье на слона. Действительно очень сильное оружие. Основное ее применение против животных это пумы, это медведи. Сносит на ура, но портит тушу и портит шкуру и собственно как бы и все. То есть нам это по урону. Уровень карканы, но чуть-чуть ниже, чем откидной затвор. На нее нельзя ставить оптический прицел, нельзя ничего делать. В тестах принимала максимальная комплектация, то есть купленное оружие в магазине и максимально проапгрейжены. И собственно на этом у нас все. Это оружие подойдет отлично для пвп в закрытых пространствах. На полях, на лугах это бесполезная тема. А теперь по картам. Если взять терпение Лендона, если взять на пике формы и фокус АИМ, то фокусировку огня я имею ввиду, то это оружие будет ваншотить без тоника, убивать с двух попаданий танка билд и с трех попаданий танка билд. То есть максимальный танк билд включен медленно, но верно. Это просто имба. То есть, если у вас есть в пате человек, который раздает вам повышенный дымак, вы ставите раскраску, вы будете шотить людей без тоников. И со вторым тоником вы будете убивать человека с двух меток. Это вообще царство царей с двух меток, если он в танка билде, если он без танка билда и терпение Лендона у вас будет активировано, то есть 15 секунд пройдет. Эта штука пробьет с одного выстрела. Короче, имба имбушная для близкой дистанции, в правильной пате, в правильной обстановке. Ну, в принципе, я очень доволен. Вижу для себя теперь немножечко другую страту использования вместо ланкастера именно это оружие, как дополнительное вместе с луком. И, в принципе, вот такой у нас получился обзор. Пишите свои комментарии. Спасибо огромное Ахмеду и Говеру за проведение этого обзора. А также огромное спасибо нашим спонсорам Алексею Котов, Виктор Попов, Настя, Gothic Next и, конечно же, Вовка SPB. Всем удачи, до новых встреч!